Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, как и обещали в нашей прошлой передаче, сегодня мы будем говорить о пикировке петуний. Вообще, зачем нужно петуни пикировать? Пикировка, простыми словами, это пересадка. И пересаживаем петунию для того, чтобы дать ей большую площадь питания. Мы ее сели где-то в конце февраля, сейчас у нас заканчивается март, и прошел целый месяц. И вот она через две недельки взошла, ей уже две недели в нашей рассаде появился листочек первый настоящий, а в некоторых растениях даже два листочка. Это сигнал к тому, что петунию нужно пикировать, то есть пересаживать. Когда мы пересаживаем петунию, мы сажаем ее, даем ей большую площадь. А некоторые говорят, что ну зачем травмировать корневую систему, давайте обойдемся без пересадки. Когда мы пересаживаем петунию, делаем пикировку, мы способствуем тому, что нарастает больше корневая система. Растение получает большую площадь питания. Оно формирует нормальный кустик, и ему от пикировки только лучше. И когда мы с вами сели петунию, сели мы ее погуще, побольше, на всякий случай, вдруг не взойдут какие-то семена. И так получилось. Потому что я села 23 сорта, из них 5 сортов вообще не взошли, не дали ни одного всхода. 8 сортов имели всхожесть где-то 50%, то есть из 10 семян взошло только 5, 6, 4, ну вот так. И только остальные дали нормальную всхожесть. Но я грешу, конечно, на семена первым делом, потому что сели мы в один и тот же день, в один и тот же грунт. Уход был одинаковый, температуру поддерживали такую, какая нужна для петуни. Значит, дело в семенах. И вот представьте, вы посеяли 1-2 сорта петунии, и у вас ничего не взошло. Конечно, дать гарантию, что когда покупаете петунию, что семена будут схожи, никто не даст. На пакете написано, что семена всхожи, до 19-го года срок годности, даже до 20-го, а всходов нет. Так что, конечно, мы тоже столкнулись с тем, что семена некоторых сортов совершенно не всхожи. Они так и остались лежать, эти гранулы. Они, конечно, рассыпались, эти гранулы, под действием влаги, но ростков не появилось. И если бы мы с вами решили вначале, что будем сеять без пикировки, каждое семечко в отдельный маленький горшочек, представьте, 230 понадобилось бы нам горшков с вами. И где найти такую площадь, чтобы разместить вот это все? Конечно, кто живет в загородных домах или имеет теплые застекленные лоджии, там можно, конечно, каждое семечко посеять в отдельный горшочек пластиковый, для того, чтобы потом не пикировать петунию. Ну, представьте, из этих 230 семян зашло только там 80, и все остальные горшки, они у вас стоят пустые. Поэтому пикировка нужна и нужно сеять петунию под пикировку, что мы сегодня с вами и постараемся сделать. Наталья Викторовна, что необходимо подготовить, прежде чем приступить к пикировке петунии? Конечно, все должно быть под рукой, чтобы вы все приготовили для пикировки, чтобы потом не носиться с сеянцами с одного подоконника к столу. Вот мы с вами приготовили кассеты, куда мы будем пикировать. Некоторые пикируют сразу в стаканчики в отдельные, или из-под йогурта, или обрезанные пакеты из-под молока, кисломолочных продуктов. Самое важное, чтобы емкость, куда вы будете пикировать петунию, имела отверстие, чтобы не заставилась вода, чтобы доступ был кислорода к корням. Мы решили пикировать нашу петунию вот в такие контейнеры. Но мне они нравятся, они очень удобны, их легко переносить. И вот в этот контейнер прекрасно устанавливаются вот такие кассеты. Они пластмассовые, очень легкие. В каждой кассете 9 ячеек. Ячейки небольшие, но я думаю, что для петунии будет достаточно места. Они размером 5 на 4 сантиметра, имеют отверстие, что очень важно. И вот в эту нашу кассету помещаются вот три вот таких кветки. То есть в каждом вот таком контейнере у нас будет 27 растений петунии расти. Очень удобно переносить. Когда вы поливаете петунию, вода стекает прямо вот в этот контейнер, ее потом можно вылить. Приготовили землю. Берем землю, можно взять землю ту же, которую вы покупали для посева петунии. Мы наши вот эти ячейки набили почвой, насыпали туда почву, хорошенечко ее пролили. И в каждой вот такой ячейке сделали отверстие ровно посредине. То есть подготовили место, куда будем сажать нашу петунию. Обязательно нужно брать этикетки. Если у вас много сортов и вы хотите, чтобы у вас сорта отличались друг от друга, то нужно поставить этикетки. В первую очередь для того, чтобы знать, где петуния кустовая, где ампельная. Потому что можно потом перепутать все и посадить кустовую петунию в озоны, подвесное кашпо, и будете вы ожидать, что ваша петуния будет давать вот такие побеги, будет ветвиться, а там будет расти кустовая петуния. Или наоборот, в горшки, которые у вас будут стоять, или в грядки, которые вы приготовили для цветов, вы посадите ампельную петунию, куда ей дальше расти. То есть очень важно этикетку иметь для того, чтобы понимать, где кустовая, где ампельная петуния, как правильно посадить. И чем пикировать. Сенцы очень нежные. С ними обращаться тоже нужно очень аккуратно. Поэтому берите все, что у вас будет под рукой. Можно взять пластмассовую вилочку, ложечку, ножичек, для того, чтобы поддевать петунию с комом земли. Перед этим нужно пролить петунию, которая у вас растет в сходы, пролить землю в контейнере, чтобы все у вас уже было готово к пикировке. Итак, как правильно нужно проводить пикировку петунии? Проводить нужно аккуратно, бережно и нежно. Расточки очень нежные. У них всего один-два листочка. Чтобы их не травмировать, чтобы не поломать вот этот нежный стебелечек. Маша, вы будете пикировать 15 номер, выбирайте орудие, с которым вы будете работать, инструмент. Я буду работать с ножичком. Нужно взять пластиковую ложечку, вилочку, отступив 1 см от росточка, аккуратно его поддеть с комом земли, не трогая руками, чтобы... Потому что температура наших пальцев намного больше, чем у этого сенца. И аккуратно этот сенец положить в отверстие, которое мы с вами приготовили. И только уже потом пальцами нежно эту землю обжать вокруг растения, чтобы оно не висело у нас в воздухе, не зависало вот в этом отверстии, чтобы корешки сразу же начинали приживаться вот в этом коме земли. Таким образом, как вам, наверное, стало понятно, аккуратно берем, не трогая руками растение, и аккуратно размещаем ее в подготовленное отверстие. И только потом обжимаем плотно вокруг растения землю. После того, как мы распикируем все наши растения, мы берем пульверизатор. Я взяла водичку немножечко, добавила марганцовки, сделала таким розовым раствором ее. И всю вот эту кассету с распикированной петуни мы аккуратно сбрызгиваем из пульверизатора. Наталья Викторовна, как мы дальше ухаживаем за распикированной петуней? Дальше мы вот эту нашу кассету, контейнер с распикированной петуней должны поставить на свет. На подоконник. Восточная или западная сторона. Не на яркий свет. И неделю мы ее не будем с вами поливать. Я имею в виду водой из лейки. А только опрыскивать из пульверизатора. Будем ждать, когда она приживется. И вы сами увидите, что петуния начинает оживать, пережила этот стресс. Корни ее заработали. И она начнет трогаться в рост. Температуру нужно 2 недели держать 20-22 градуса. Ей нужно сейчас тепло, чтобы корни заработали. А когда вы увидите, что петуния прижилась, прошло 2 недели, петунии можно снижать температуру. То есть можно закрывать батареи, чтобы не было так жарко. Температуру желательно держать 16-18 градусов на подоконнике, где она у вас будет расти. Если будет жарко, она будет вытягиваться. Можно подсыпать землю. Если вы увидите, мы насыпали в кассеты не полностью почву, не доверху, а где-то на сантиметр не доходит у нас грунт до конца кассеты. Поэтому можно потом немножечко подсыпать земли. Если же она будет сильно вытягиваться, можно тогда ее из этих кассет пересаживать побольше в горшки. Но в принципе мы не первый год выращиваем петунию. Я знаю, что вот этой почвы ей будет достаточно до высадки практически в грунт. Некоторые дачники, они сразу высаживают, пикируют в свою петунию, уже в готовые горшки, где она будет у них расти на земле. То есть по 4-5 растений в горшочке объемом где-то 1 литр высаживают ее и ставят ее на подоконник. А ампельную петунию сажают уже в подвесные корзины, тоже по 5-6 растений и ухаживают за ними. И когда петуния происходит, допустим, месяц-полтора, ее можно уже выносить в открытый грунт и высаживать. Если говорить непосредственно о нашей петунии, когда ее можно будет уже высадить в грунт? Вы знаете, еще много времени пройдет до высадки рассады в грунт. Нам за ней придется поухаживать. Но высаживаем мы ее в грунт после окончания заморозков. Когда это будет, мы не знаем. Но рассчитываем, что где-то с середины мая мы планируем выходить с нашей рассадой на дачу, выезжать на дачу и высаживать ее и в вазоны подвесные, и в горшки. Ну, вы помните прошлый год, когда у нас была очень холодная весна, и даже в июне месяце были заморозки. Но рассчитываем на середину мая. Но до середины мая мы должны за ней ухаживать дома и ухаживать активно. Петуния растения прожорливые. Мы ее не кормили, когда она у нас росла, вот в этих кассетах, да, до пикировки. Проходит две недели распикированной петунии, ее нужно начинать кормить. Для того, чтобы она и цвет потом дала хороший, и кустики сформировала хорошие, крупные. Кормим чем? Можно покупать минеральные удобрения, и кемиру цветочную, нитрофоску, растворин. Можно подкармливать, чередовать минеральные подкормки с подкормками органическими, кормить ее гуматами. Если же вы видите, что все-таки сеянцы слабые, роста такого нет хорошего, может быть, дело в грунте будет, может быть, затяжная весна не будет такого тепла хорошего, можно подкормить ее стимулятором роста эпином. Он дает хороший эффект, и кустики растут тогда более мощные, крепкие, устойчивые в дальнейшем и к погодным условиям, и к перепадам температур. Но хочу предупредить, не перекармливать. Вот кормим питунью раз в 10 дней, потому что она очень требовательна к питанию. Но не перебарщивайте. Дозу давайте только ту, что написано на пакете, на инструкции. Если будете слишком часто кормить и давать завышенные дозы, эффект может быть отрицательный. То есть даже могут ростки, вот эти растения, и погибнуть от избытка микроэлементов. То есть кормим в меру. Поливаем питунью раз в неделю. Она любит так, чтобы ее пролили хорошенько, воду из вот этого поддона слили, а дальше только опрысками из пульверизатора. Через неделю снова проливаем, чтобы в земле проходил период влажно-сухо. Не заливаем, не поливаем каждый день, как мы привыкли это делать. Питунья этого не любит. Дней за 10 до высадки рассады в грунт делайте закалку. Ну, пора ее будет приучать к открытому грунту, потому что она у нас все в квартире, в домашних условиях, тепло. А нужно ее потихонечку готовить к высадке в открытый грунт. Начинаем выносить ее на 10-15 минут на балкон. Ну, я имею в виду, если он застеклен, конечно, положите там градусник, чтобы у вас видно было, какая температура. Чтобы вы понимали, чтобы не 5 градусов было тепла, и вы с квартиры, где 20 градусов, вынесите ее на балкон. Застекленную лоджию, балкон. Начинаем выносить, наверное, на 10 минут, на 15, на полчаса. Потом можно оставлять в солнечные дни, можно оставлять и днем, и на час, и на два. То есть пусть акклиматизируется, готовится к высадке на грядки на наши. Высаживаем, я сказала, когда минует угроза заморозков. Высаживаем в открытый грунт, почва должна быть рыхлая, хорошо удобренная. Не любит она тень, питунья, она не будет свистеть, тень будет посадить ее в тени на грядке. Любит солнечные места, чтобы почва была не кислая. И тут очень важно понимать, куда какую питунью сажать. Потому что здесь вам помогут этикетки. Вы должны понимать, что питунья крупноцветковая. Если у вас есть такой сорт, ее нужно сажать на грядку в защищенном месте, чтобы там не капала вода с крыши, где-нибудь в таком защищенном месте. Потому что крупноцветковая питунья, она не любит сквозняков, не любит, когда на нее попадает вода. А многоцветковая питунья кустовая, ей все ни по чем. Она и засуху хорошо переносит, и ветра ей не страшны. Если вода попадает на цветки, она все равно продолжает свистеть. Крупноцветковая она не такая. Поэтому очень важно правильно высадить вашу питунью в нужное место. Многоцветковую на грядке, ампельную вазону, крупноцветковую где-то тоже под защитой, чтобы не было палящих лучей солнца или не было сквозняков. Поэтому ухаживайте правильно за рассадой питуньи, правильно ее пикируйте, и она отблагодарит вас пышным цветением все лето, практически до заморозков. Осталось только дождаться тепла. Да, будем надеяться, что она скоро появится. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем вам удачи в пикировке питуньи. До свидания.